Говорим для взрослых и по-взрослому. 11.03 в Москве. Здравствуйте, друзья. Это программа «Урнет сегодня» от 15 октября 2019 года. Мы звучим на 99.6 в Москве, а также онлайн на финал.фм. Это позволит вам, это я имею в виду нахождение, в онлайне слушать нас в любой точке земного шара или за его пределами, если вы вдруг там оказались и получили доступ к интернету. Значит, также напомню о том, что нас может слушать в подкасте. Если вы не попали на прямой эфир в понедельник в 11 утра, как сейчас, вы всегда можете подписаться на ленту подкастов «Урнет сегодня» в iTunes, набрав, соответственно, слово «Священие Урнет сегодня», либо подписаться с сайта, что тоже возможно. Меня зовут Аксин Спиридонов, а гости этого выпуска, которые будут обсуждать со мной события ушедшей недели в области интернета, это Вадим Федотов, правляющий директор групп «Он Россия». Приветствую, Вадим. Добрый день. И Светлана Иванникова, основатель и руководитель СММ-агентства «Рыба тут». Приветствую. Приветствую, Светлана. Коллеги, для вас и для наших слушателей оглашу главные события, которые будем обсуждать сегодня, перед тем, как перейти к обсуждению, традиционно нашему экспресс-обсуждению, новостей, также важных, но не вошедших в подробный разбор. Итак, мы поговорим сегодня о Фейсбуке, который планирует добавить в свой функционал новые инструменты, которые, возможно, помогут соцсети монетизироваться, ну или как, дополнительно монетизироваться. Как мы знаем, это сейчас одна из важных забот для Фейсбука, акционеры которого волнуются. Также о том поговорим, что Майкрософт заявила о смене своей стратегии развития, причем кардинальной смене, и, в общем, перспективы этого неопределенны. По крайней мере, как вот помнится, ну ладно, я об этом скажу подробнее потом. Хотел привести одну забавную метафору, но приберегу ее для того, чтобы выложить на стол в, собственно говоря, разговоре по Майкрософт основательно. Ну и третья новость, которая станет предметом нашего обсуждения, это то, что РАЭК, Российская ассоциация электронных коммуникаций, представила исследование экономика Рунета 2011-2012. И там появились какие-то цифры, которые показали, сколько в Рунете процентов от ВВП, какие деньги и где вращаются. В общем, любопытные цифры, которые стоит обсудить. Но для начала, как обычно, в экспресс-режиме пройдемся по новостям, которые не вошли в подробное обсуждение. Финам-ФМ. Рунет сегодня. Итак, американский инвестиционный фонд Oppenheimer Funds вошел в число крупнейших акционеров Яндекс. Вместе с тем, другой фонд, крупный инвестор, который давно находился в числе инвесторов Яндекс, еще задолго до IPO, Tiger Global, он вышел и продал свои акции. Какие мнения, что думаешь, Вадим, ты, например, о том, что происходит сейчас с акциями Яндекса и вот об этих движениях? Я думаю, это интересное движение. Сам Яндекс, сам процесс и как сейчас развитие идет. Я думаю, Oppenheimer Funds сделал правильный шаг, в том числе, что инвестиции, если мы смотрим на долю, как она развивается, я просто знаю, благодаря крупным другим странам, что в Турции очень большая инвестиция идет в Яндексе, их не развивается в других странах, поэтому это был такой шаг для дальнейшего, для будущего, поэтому я поддерживаю Oppenheimer шаг. Ты веришь в акции Яндекса? Я верю в акции Яндекса, да. И в Яндекс сам по себе. Светлана, а ты? Я тоже верю в акции Яндекса. Более того, Яндекс до сих пор очень неплохая доля, поисковая доля, да, больше 10%, 60%. Они держатся из последних сил. До сих пор, потому что Google очень активно, да, у нас активничает. Ну, несмотря на это, все равно Яндекс удерживает свои позиции. И это первое. Второе, наверное, такие инвестиции, в общем-то, это тоже перспективно, потому что эксперты называют рост акций к концу года на 3-4 доллара. Так что, в целом, это любопытно. Посмотрим, что будет дальше. Ну, вообще-то напомню о том, что Яндекс уже некоторое время назад упал за стоимость, за цифру, по которой они размещались, 25 долларов, если не ошибаюсь, и до сих пор не поднялся. То есть, на самом деле, инвесторы Яндекса на Насдаке, ну, частные инвесторы, они все еще не понимают, как этот местный поисковик российский будет развиваться и биться за место под солнцем с глобальным гигантом Google. Ну, ладно, мы сейчас не будем об этом говорить подробно, поскольку у нас есть еще о чем побеседовать. Следующая новость. Минкомсвязи предложила компаниям ввести черный реестр самостоятельно. Пресловутый черный список, который они же, собственно, инициировали. Там такая получилась модногоходовка. Мы об этом, кстати говоря, следили, за этим следили в программе, так как шахматах реально. Первый ход был сделан, ну, типа того, что в стране разгул в виртуальном пространстве. Педофилия, пропаганда национализма, экстремизма и все прочее. Мы что-то с ним сделаем. Появился инициатива, появился этот самый список черных сайтов, которые на самом деле принимали очень безрадостно игроки отрасли. Они говорили им, не надо этого делать. И сейчас вдруг, после того, как это все было внесено, закон вот-вот вступает, Минкомсвязи делает ход конем, говорит, а давайте вы будете этим списком оперировать. Что думаешь, Светлана? Это очень, на самом деле, ожидаемый шаг, потому что изначально, на мой взгляд, вся эта инициатива, она попахивает какой-то детскостью, я не знаю, непродуманно. Но это же защита детей, безуме, естественно. Ну, безусловно, да, можно в таком контексте, да, это осудить или там, не знаю, обсудить. Но если отрасли предлагают самостоятельно решить, что должно войти в черный список, кто будет регулировать эти решения, кто будут те люди, которые будут дополнять этот список, ну, вопросов очень много, они по-прежнему те же самые, что были изначально при первых чтениях этого законопроекта. В общем, вопросов, ответов так до сих пор и нет, и я не знаю, на самом деле, к чему это все приведет. Реакция была у отрасли такая, слушайте, ну, мы были против, о чем вы говорите. Что добавить в один, да? Я хотел просто добавить, что это такая достаточно будет субъективная тема, и у меня к ней там есть субъективное мнение, что да, я-то знаю, какие списки, компания я добавил, страницы добавил, да, в этот черный список, но как Светлана правильно озвучила, кто бы отслеживал, да, откуда у меня, какие у меня параметры, и как будет выбираться, кто ее добавляет. Поэтому инициатива, то, что мы сами можем выбирать, конечно, привлекательно, но я не думаю, что она реально ввести. То есть, ребят, мы придумали, а вы там сами решите, там кто должен. Ввести это уже введут, вот в чем дело, понимаешь, а дальше вопрос, кто будет оперировать. В данном случае, похоже, что Минкомсвязи, то есть, спонтанная власть хочет сделать в каком-то смысле марионеткой игроков в отрасли в своих руках, то есть, продавив этот закон и заставив их же оперировать по их установкам. В общем, тема не очень красивая. Далее, о красоте и некрасоте человеческой натуры, Левадоцентр провел опрос граждан России, чтобы выявить их отношение к цензуре в сети. И вы удивитесь, ну я удивился, большинство, 63% опрошенных согласились с необходимостью цензурировать сеть. Вопрос стоял довольно там конкретно, типа того, что нужно, не нужно, типа ограничивать доступ к контенту. Вадим, нужно ограничивать доступ к контенту. Я тоже видел этот процент, тоже удивился, но еще раз, здесь вопрос, как задали вопрос. Если вы говорите, многие есть опасные сайты в интернете, много есть опасные, готовы ли за цензурой, да, любой человек ответит, да, я хотел бы отказаться от этих страшных, ну там, педофильных сайтов, в том числе. Если подойти к этому, такое глобальное решение цензуры, конечно, нет. Но есть некоторые возрасти, где надо реально это вести. На самом деле, извините, пожалуйста, я остановлюсь коротко на этом. Я открыл сейчас страницу, где есть тексты опросов этих, вопросов, собственно говоря. Вопрос был построен достаточно грамотно с точки зрения, ну, того, чтобы получить правильный ответ. Какая из точек зрения, спросили авторы опроса по поводу цензуры в интернете, вам ближе? Вот первая из точек зрения, которую поддержали большинство, следующим образом звучала. В интернете существует множество опасных сайтов и материалов, в связи с чем необходимо ввести цензуру в интернете. Ну, это то, что я говорю, если вы мне задаете вопрос, много чего опасного есть? Да, есть. Вы хотите же цензировать? Да, я хочу. Конечно, ответ будет такой. Есть прекрасный такой эпизод в фильме с Раневской. Девочка, ты хочешь ехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Девочка говорит, ехать на дачу. Едем дальше, на дачу. Вконтакте и сеть дата-центров Selectel должны выплатить зао СБА Gal Records 550 тысяч рублей. Это решение арбитражного суда СПБ Ленобласти носить на нескольких песен певицы Максим на один их соцсети. Светлана, ты вот специалист по СММ. Как так получается, что там миллионы композиций, лежащих в ВКонтакте, незаконно, а именно певица Максим получает или ее представители второй раз удовлетворение? Я, честно говоря, когда узнала об этой новости, я так и думала, господи, неужели снова, потому что наверняка вы помните, что Gal Records уже выигрывала иск. И именно на песнях Максим. И именно на песнях Максим, поэтому это какая-то... Чудо. Ну это не чудо, это, наверное, какая-то тенденция уже. Возможно, ВКонтакте песни Максим реально повсеместно везде размещены, только эти песни есть. Но на самом деле это, конечно, говорит о том, что ВКонтакте, видимо, все еще не удается убедить, скажем так, суд и общественность в том, что они не несут никакой ответственности за контент пользователей. Потому что, по сути, площадка дает сервис, дает возможности и какие-то решения, а пользователи сами контролируют уже то, что они... Вадим, смотря на свой русский, ты, как мы говорили за эфиром, воспитывался и жил за границей, в Германии в частности. Вот ты как относишься к тому, что имеет место быть у нас в Рунете? Такое большое количество лицензионного контента, лежащего повсеместно, фактически. Никто не верит. Когда я приехал в Россию, увидел ВКонтакте, что там какие-то медиа есть, какой-то доступности есть, все эти фильмы есть, я был реально в шоке. Потому что мы можем... Любые фильмы, где я должен платить, за границей США, где я жил, я делал subscription, платил ежемесячно платеж, чтобы был доступ к этому фильмам. А в России эта музыка и фильмы всегда присутствуют. Я всегда был в шоке, как так можно и как долго это будет длиться. Я думаю, это решение в суде. Там достаточно интересно. Они второй раз выиграли повторно, объяснили, что выиграли, потому что ВКонтакт, да, не отвечает, но когда им объявили, что, пожалуйста, снимите, они достаточно быстро сняли эту музыку от Максима. И теперь они планируют в дальнейшем, еще дальше, ну, скажем, идти в суд против ВКонтакта. Это же сей главы центров Select. Ну, то есть ты считаешь, что это симптоматично, и в конце концов мы придем к модели, которая существует в западных странах? Это должно быть, потому что такой страны просто будет... Это интересно для всех. Потому что инвестиции будут... Для пользователей это неинтересно? Для пользователей нет, но я говорю с точки зрения бизнеса. Мы должны же развиваться, должны понимать, что если у тебя контент, он что-то стоит. А если у меня бесплатный доступ к этому контенту, тогда мне... То производительно будет не на что его делать. Так и есть. Ну да, есть такое. Значит, ну и последнее, что мы сейчас будем коротко обсудить, это факт того, что депутат Госдумы Вадим Деньгин выступил с инициативой обязать пользователей рисковаться в соцсетях по паспорту. Каково вам, Свет, тебе в частности? Хочешь идти в соцсети с паспортом? Нет, не хочу, потому что это мое личное дело, как я регистрируюсь, и кто вообще будет на самом деле следить за всем, какие паспортные данные я вела. Я помню, что я читала какой-то комментарий, по-моему, даже господин Митрофанов говорил о том, что нужно усилить работу и уровень профессионализма отдела К при МВД для того, чтобы, собственно, следить за исполнением такого рода законов. Но у меня ощущение, что это не пройдет, что не примут такой закон, потому что если его примут в таком виде, ну тогда, я уж не знаю, мне кажется, тогда нужно... Ну да. По счастью, и депутаты сами говорят, что, в общем, это инициатива скорее господина Деньгина лично, и Госдума вряд ли это поддержит. Абсолютно. Ну, на какой-то странный способ пропиарится, но окей. Время подсказывает мне, что пора закончить с традиционным экспресс-обсуждением, хотя есть еще новости, но будем двигаться дальше, чтобы через минуту продолжить рассказом о главных интернет-событиях недели. Мы продолжаем. 11.17 в Москве. Рунет сегодня рассказ о главном, что случилось в цифровом пространстве, интернете, мобильном вебе, дополненной реальности, если вы хотите, ну и так далее. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Также скажу о том, что меня зовут Максим Спиридонов, а в студии гости этого выпуска Вадим Федотов, управляющий директор группой Russia, и Светлана Иванникова, основатель и руководитель агентства Рыба Тут. 3-5 лет назад, в годы взрывного роста социальных сетей, в Рунете и глобальном вебе появлялись сотни порой очень экзотических по профилю и функционалу социальных сервисов. Мы все это помним. Подоляющее большинство из них к этому не умерло. Остались такие вот самые основательные и самые жизнеспособные. Вопрос на ваш взгляд, коллеги. Каких функций не хватает сегодняшним лидерам социальных сетей? Вадим, ты как думаешь? Еще раз, с точки зрения бизнеса, как не хватает? Как хочешь, с точки зрения бизнеса, с точки зрения, вот может быть, тебе как пользователя, есть какие-то вещи, которые хотелось бы тебе довнести? Или сегодняшние социальные сети для тебя вполне функциональный, удобный инструмент? Они вполне функционально удобные. Я даже лично не использую все функциональные, которые сейчас в данный момент есть, потому что для моего личного пользования они хватают. Я, еще раз, как пользователь, меня полностью все устраивают. А по бизнесу? По бизнесу, безусловно, им надо быстро понять, откуда будут браться деньги и как они будут браться. Потому что мы прекрасно знаем, мы сам, как группа «Нроссия», работаем тесно с ВКонтакте и с Фейсбуком, и используем их как платформу, и на сегодняшний день мы видим, какие наши инвестиции, какой там return of investment, да, и мы просто понимаем… Невысок, да, возвратные инвестиции? Мы изначально понимаем, что возвратные инвестиции, он больше такой брендовый, да, мы поддерживаем, развиваем, строим лояльность, показываем, какая мы как компания. Но, конечно, всегда, когда ты какую-то инвестицию делаешь, ты хочешь иногда и видеть результаты в денежных… Иногда хочешь, бывает такое, изредка оно случается в бизнесе. Светлана, интересный взгляд, да, с стороны бизнеса на социальные сети. Твой взгляд изнутри, ты работаешь с SMM плотно? Да, на самом деле, осуществление юсерства, наверное, перебор функций, функциональности всевозможные. Осуществление бизнеса, конечно, мне бы хотелось больше инициатив, которые помогают делать более четкий таргетинг рекламных сообщений в том или ином виде. И в этой связи инициатива Facebook с проектом Exchange мне лично очень нравится. Мы об этом можем поговорить чуть подробнее, либо там, не знаю, вот так вскользь. Если вы помните, Exchange это проект, который направлен на четкий таргетинг, когда человек приходит в Facebook, откуда, допустим, спортивного сайта, там, где продается спортивный инвентарь, то реклама догоняет его там же еще и в Facebook. Ну, естественным образом, поведенческие технологии, которые работали прежде в контексте, переходят в социальные сети. Да, это очень удобно, и, конечно, такие вот способы монетизации, я думаю, за ними будущее, так или иначе. Ну, вот бизнес таким образом еще змеей пролезает в социальные сети. Давайте послушаем про планы Facebook. Информация о тестировании этих функций появилась в IT-блоге TechCrunch. По сообщениям издания, кнопка «Хочу», «Want» будет работать в самой социальной сети. Все бренные товары будут отображаться в специальном разделе хроники пользователя под названием «Вишлист», который будет, будут видеть друзья пользователя и друзья его друзей. У них изображение товаров будет отображаться кнопкой «Купить», кнопка «Добавить в коллекцию». Еще одна кнопка, которая планируется, собирает изображение товаров в раздел «Продукты», «Продукты». Это, кстати говоря, кнопка «Добавить в коллекцию», она еще напоминает функционал активно называющегося «Пинтерест». Если не изменяет ни память. Верно, Светлана, да? Да, совершенно верно. На самом деле очень любопытная тоже инициатива. Это все пока в формате теста, если я правильно понимаю. Почему любопытная? Потому что, во-первых, логичная, на самом деле. Ну и потому что «Пинтерест» — такой успешный проект. И единственная функциональность, которая есть у «Пинтерест», она любопытна, как ее можно имплементировать в Facebook. Они это делают. Посмотрим на результаты. Это первое. Второе. И, опять-таки, дополнительный способ монетизации своей аудитории через некий такой социальный выбор пользователя, что купить, что рекомендовать, тоже очень верно. Ну, во-первых, верно, потому что на фоне падающих акций, наверное, способ монетизации дополнительно не будет лишними. А во-вторых, если говорить об опыте вообще «Вишлиста», «ВКонтакте», как мы помним, два года назад запустили такую историю с «Вишлистом», но у них была другая мотивация. Они хотели таким образом промотировать свою внутреннюю валюту. То есть ты мог купить товар из «Вишлиста» за валюту «ВКонтакте». Но проект, как мы помним, почему-то, ну, не почему-то, по причине, в общем-то, законодательных инициатив в нашей стране, был закрыт. Именно по причине того, что… То есть был закрыт, собственно, денежный проект «ВКонтакте», да? «Вишлистов» нет сейчас. И «Вишлисты» ушли прицепом. Да, они ушли прицепом, совершенно верно. Социальная сеть идет в электронную коммерцию, получается, Вадим, да? Да. Я в этот ход добавил там «want», «collect», мы все знаем, потому что это логичный был шаг. Потому что до этого, в том числе, компании платили «нажми лайк, получи скидку». Почему? Потому что если когда твои друзья, друзья, что нравится, делятся с тобой, «share», да? Я что-то убил, мне понравилось, я там объявил своими друзьями. Вот из-за этого получают какую-то скидку. Это просто следующий ход, он будет не «share», а будет просто «want». Это будет коллекция, которая тебе просто гарантирует, что ты будешь в определенный срок видеть, что человек хочет. Мы все знаем, что рекомендации своих друзей – это лучшие рекомендации, которые есть. Потому что они тебе будут только делить с собой то, что ты реально доверяют. Поэтому логика в этом есть, насколько ты реально монетизируется, мы это мы увидим. Хочу добавить еще, на самом деле, что по комментариям спикеров Facebook, они пока не планируют брать какую-то дополнительную плату с брендов за установку таких возможных опций. Но тут, на самом деле, наверное, есть понимание, что монетизация может идти за счет увеличения бюджетов, которые бренды будут направлять напрямую рекламу, потому что нужно промотировать свои фан-странички, где будет такая функциональность доступна. Вообще-то, еще раз, у нас есть возможность поговорить об этой самой теме – промотирование собственных фан-страничек. Ты, как руководитель компании, занимающаяся электронной коммерцией, напрямую работающая с деньгами, наверное, относитесь к скептически к таким моментам, типа, ну, давайте нагоним пользователей на страницу, получим большое количество лайков, и будет круто. Вот ты как относишься к сегодня, к соцсетям, как к способу, как к бизнес-инструменту? И как я еще до этого озвучил, с точки зрения бренда, бренд-аваренесс, лояльности покупателям – это очень важный момент. Важный, да? То есть это уже не игра? Это не игра, ни в коем случае не игра, и особенно, когда мы строим бренд с аудиторией 25 по 40 лет, да, они все сидят в сетях, они очень активно участвуют. Мне очень важно, чтобы мы в их личной жизни играли роль, они уверены, мы поддерживаемся и так далее. Поэтому это важно для бренда. С точки зрения загнать туда лайков – это мне не надо. Я могу загнать лайков за очень мало денег, но эти лайки – это нереально пользователи, не то, что я хочу. Строить бренд-имидж фейковыми лайками – это тебе не получится. Поэтому с точки зрения бренда важно, с точки зрения количества лайков просто загнать за один раз, ну, никому это не надо. Какие еще инструменты можно представить себе, будут внедрять в социальные сети, помимо названных инструментов фейсбука – вонт, коллект? Что еще можно? Есть какие-то… Ну, на самом деле, про новые, наверное, даже пока рано говорить, потому что мы еще не освоили те, которые есть. То есть, предположим, вот последняя возможность от фейсбука – это офферы. Возможно сделать предложение фанатам странички. Это очень удобная функция, потому что таким образом происходит конвертация из онлайн в оффлайн. Человек приходит, он добавляет эту оффер себе, он приходит в оффлайн. А в чем суть функционала? Может, я даже не знаю. Суть в том, что смысл в следующем. Предположим, у тебя кофейня, и у тебя страничка, посвященная кофе, и ты делаешь такой пост, который делается… Ну, похож на обычный пост, типа репоста, но при этом там есть информация о том, что ты предлагаешь некое специальное предложение для фанатов твоей странички. Фанаты странички добавляют это предложение к себе, приходят к тебе в кофейню, показывают, допустим, на мобильном гаджете, что вот я добавил это предложение к себе, и получают бесплатно чашку кофе или какую-то скидку на что-то. То есть, это из онлайна переходит в оффлайн. И вот эта опция, она новая для нашей страны, тоже она открыта была только недавно. И мне вот любопытно, какая будет конвертация в ходе использования такой опции, как часто будут использовать ее бренды. Что мы начали делать в многих-многих странах, это мы делаем определенные офферы, которые с группоном связаны, только через страницу Фейсбука. Значит, ты можешь узнать про эту акцию только через Фейсбук, и только через переход Фейсбука. И там даже такой момент был, мы в Южной Африке это сделали. Чем больше количество shares, тем больше скидки на определенный товар. Чем больше поделились, тем больше люди могут получить скидку на, по-моему, это был, ну, какой-то там гаджет. То есть это было достаточно интересно, и там реально пошло, динамика выросла. И это не просто там лайк нажал, а надо было поделиться, прописать, почему ты хочешь. То есть начинается интерактивность, люди видят комментарии, отвечают. И это вот так ты создаешь, вот так ты можешь использовать сам этот Фейсбук и эти соцсети. Да, усиление и вовлечение происходит. Конечно, да. Да, это все работает. Вот мы обсуждаем Фейсбук активно. Вообще, в последнее время модно о нем говорить, особенно после приезда Марка Цукерберга в Россию. И, по сути дела, обласканность его власть поддержащими. С ним встречались, в общем-то, все профильные высшие лица до премьер-министра, экс-президента России. И в то же время, Фейсбук в России занимает позиции гораздо слабее, нежели ВКонтакте одноклассники. Причем в разы проигрывая. Почему? Адаптацию? На самом деле, во-первых, есть очень простой пример, на примере даже того же самого ЖЖ. Кто первый встал, того и тапочки, понятно. Поэтому ВКонтакте одноклассники усилили мускулатуру вовремя. И Фейсбук пришел в момент, когда эти социальные сети уже входили в топ-100 сайтов мировых рейтингов по аудитории, которые пользуются этими социальными сетями. Аудитория в России, Фейсбука, да, она мала. И динамика роста не очень высокая на самом деле. Но эта аудитория как раз та самая, о которой всегда говорят высокая покупательная способность. То есть там происходит... Помоги мне, слово забыла. То есть аудитория, которая интересна бренду, она практически вся есть в Фейсбук. ВКонтакте, да, принято говорить, что более молодежная аудитория, хотя сами ребята из ВКонтакте считают, что это не совсем так, что на самом деле там собраны все сегменты возрастные, и можно работать с ними так же легко и просто, как это происходит в Фейсбук. Но даже рынок сам по себе в России почему-то, по какой-то причине, по каким-то мотивациям диктует направление к Фейсбуку более активно, чем направление к ВКонтакте или Одноклассникам. Группон более активен в этом смысле? Группон, я должен признаться, что когда я увидел нашу долю в ВКонтакте и Фейсбуке, как мы фокус ставим, что ВКонтакте, конечно, намного больше, чем Фейсбук. Это все верно. Но также я поддерживаю Светлану в тенденции, я рад, что это не только мое личное мнение и аналитика, что реально в Фейсбуке сейчас движение есть, скажем, активных, платежеспособных пользователей, которые активно участвуют, развиваются и поддерживают. Но на сегодняшний день нельзя сравнивать Фейсбук с ВКонтактем, потому что ВКонтакт намного дальше уже, просто в том числе, потому что раньше была атлетация. И сам контент там, и люди, скажем так, если смотреть, как выставлен группон на ВКонтакте и Фейсбуке, видно разницу, что ВКонтакте там мы чаще выступаем, более активно, и сделаем больше, скажем, продаж через ВКонтакт, потому что люди там уже просто привыкли что-то покупать, как-то действовать, переходить на другие ссылки, чем на Фейсбуке. Фейсбук это более для бренд имиджа, еще раз. Ага, ну то есть и для бизнеса ВКонтакте тоже лучше на сегодняшний момент. Да, на сегодняшний момент, но все показатели, которые я вижу от пользователей, я вижу развитие, что Фейсбук скоро не количеством догонит, а, скажем, качеством. Хорошо, после выпуска новостей нас ждет увлекательное обсуждение новой стратегии Microsoft в интернете. Между тем продолжаем. Мы говорим в рамках программы Рунет сегодня, вот 15 октября 2012 года. Как обычно говорят для тех, кто слушает нас в подкасте и не знает, что же события недели мы обсуждаем, так вот, это событие ушедшей недели на эту временную точку. Напомню о том, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Гости этой студии Светлана Иванникова, основатель и руководитель СММ-агентства «Рыба тут» и Вадим Федотов, управляющий директор группон «Россия». Меня зовут Максим Спридонов. Когда сегодня говорят о глобальной конкуренции интернет-корпорации, или лучше сказать, онлайн-экосистем, о конкуренции онлайн-экосистем, то называют таких игроков, как Google, Apple, Amazon, Facebook, нами помянутые ранее. В этой подборке иногда присутствует, иногда выпадает Microsoft. Вот это по-разному бывает. Отношения к детищу Билла Гейтса у экспертов и потребителей разные, как мы знаем. Порой весьма скептическая. Одна из метафор, которую слышал касательно участия Microsoft в соревнованиях с названными ранее компаниями, я еще хотел сказать раньше, но удержался, это метафора «танк на гоночном треке». То, что они, мол, не догоняют. То есть они мощные, большие, но не догоняют, не успевают в той скорости двигаться, которая требуется. Коллеги, на ваш взгляд, насколько эффективно действует Microsoft в последние годы в условиях современной ситуации в онлайне? Вадим. Я читал, это «Share the letter» Стива Балмер, где он писал, как они развиваются. Это просто было очень важно. Их первый пункт, это было интуитивно построить интуитивный бизнес, где люди могут его использовать, воспринимать. У Microsoft, почему они «танк», они «танк», когда у них сильные, их много партнеров. Когда у них много партнеров, движение труднее получается. Но при этом они отразвиваются. У них такая, я им не завидую. Я им не завидую, потому что у них идеи и, скажем, бюджет есть, но при этом любой шаг они должны сначала подтвердить со стороны. Можем мы сделать так, не обижая наших постоянных партнеров. Направление, которое они идут, безусловно, правильно. Но здесь будет ситуация такая. Интеграция в Cloud System, интеграция всех их девайсов в одну систему, потому что их так много, займет одно время. А привязать еще к их партнерам дальнейшее. Поэтому здесь я вижу, что движение будет, но то, что он обещает, по-моему, обещает не первый год. И мне порадовало, что он написал в следующий год и дальнейшие десятки лет. Он сам оценивал, он сам знает. Но ты сейчас ответил на вопрос, который мы сейчас будем обсуждать. А вот прежде, последние 5, может быть, даже 10 лет, Microsoft, насколько успешен в вебе, с твоей точки зрения? В самом вебе не настолько успешен, как у него потенциал есть на сегодняшний день. Светлана, согласна с тем, что потенциал есть? Да, я согласна, абсолютно согласна. Более того, мне кажется, из единственных таких вот более успешных, с точки зрения бизнеса, проектов, это Xbox, который, в общем-то, каким-то образом воплотил в себе вот эту стратегию, новую стратегию, которую говорил Балмер в своем письме, стратегия единой экосистемы, потому что Xbox позволяет нам загрузить фильм на компьютере, затем что-то сделать с ним в интернете и продолжить смотреть его на мобильном устройстве. На самом деле, вот единая экосистема – это очень правильная стратегия. Я не согласна, на самом деле, с оценкой того, что Microsoft в какой-то степени опоздали на вечеринку, как принято говорить, вот на Западе эксперты комментируют письмо Балмера таким образом, они опоздали на вечеринку, они нисколько не опоздали на вечеринку, они, на мой взгляд, очень вовремя изменили… Они к почетным гостям пришли с некоторым таким задержкой. Да, на самом деле мы знаем, да, что те, кто приходят позже, приходят и там, скажем так, их все ждут. И они пришли вовремя со своими решениями, с пониманием, куда двигаться. Очень любопытно, действительно, я согласна с тем, что любопытно, как они реализуют взаимодействие, скажем так, с своими партнерами в рамках этой новой стратегии. Но подход очень верный, подход, на мой взгляд, не слизанный с подхода Apple, хотя тоже сравнивают, что вот они просто взяли готовую стратегию корпорации Apple. Эта стратегия не придумана корпорацией Apple, это логичная, правильная стратегия любой компании такого роста, сорта, как Microsoft. Использовать вечеринку, они, да, не попозже пришли. Вопрос, с какой аудитории, и просто сколько время занялось эта аудитория переодеться, после того, как изначально ее не пустили на вечеринку. Потому что мне такое ощущение, потому что если мы говорим про аудиторию, про массу аудитории, какие возможности у них есть, безусловно, то когда аудитория должна была сначала понять, зачем это надо, а теперь они, например, Apple понимают, что это без этого никак, и теперь они перестроятся и приходят. Окей, давай послушаем о планах Microsoft по преобразованию. Рунет сегодня. Корпорация Microsoft меняет свою стратегию развития. Об этом говорится в ежегодном обращении руководителя компании Стива Баунера. Теперь IT-гигант будет уделять основное внимание производству собственных устройств, снабженных программным обеспечением и доступом к облачным сервисам корпорации. По мнению руководства Microsoft, эти меры помогут развитию единой экосистемы Windows и будут способствовать захвату лидирующих позиций на рынке. Добавлю, что в начале своего письма Стива Баунер обращает внимание на финансовые показатели компании. Что важно. В 2012 году выручка компании составила рекордные 73,7 миллиарда долларов. Кэшфлоу от операционной деятельности составил 31,6 миллиардов, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Поэтому опоздали на вечеринку, не опоздали, но они растут. И чувствуют себя прекрасно. Это все еще корпорация с катализацией в сотни миллиардов долларов. То есть и да, дела идут в целом хорошо, да, получается. Microsoft заявляет о фактически революционных преобразованиях. Ну и вот, и что будет дальше? Главный вопрос. Владимир. Нет, еще раз. Никто не сомневается в успехе Microsoft. И 17% рост, конечно, очень хороший показатель. Что будет дальше, это важный момент. Потому что если они могут реально то сделать, что он пишет в этом shareholder, тогда это то будет, это он даст дополнительный рост, который, возможно, сейчас не осматривают. Если это экосистема, а экосистема у них какая? Вот этот customization of IT, да, где мы и на работе, и личной жизни используем эту же платформу, если этот шаг перейдет, потому что мы все знаем, что на рабочих местах доминирует Microsoft до сих пор, безусловно. Если они могут это как-нибудь адюстировать, интегрировать в личной жизни, тогда этот рост будет намного больше, чем на сегодняшний момент. Причем отчасти это уже сделано. Напомню, что Hotmail является самой крупной почтовой службой, например, их почтовая сервисная история. Безусловно, но сколько Hotmail-юзеров музыку держит в себе в iCloud, да? И как они могут перейти, чтобы у них свои данные были, и свои фильмы там находились? Как это может быть, что я, не важно, где я нахожусь, у меня доступ и к личной жизни, и к рабочей жизни есть. Вот когда я создам такую синергию, тогда у них будет дополнительный успех. То есть можно сказать, что уже безусловно и окончательно для всех стало ясно, что конкуренция корпорации будущего – это конкуренция экосистем, и каждому необходимо нужно выстраивать свою, своего спрута, который охватывает с разных сторон нежными, но сильными щупальцами как корпоративного, так и частного пользователя. И вот Apple уже выстроила и наращивает, Google выстроила и наращивает, ну и так далее, названный там, Amazon выстроила и наращивает, и Microsoft тоже хочет это сделать. Ну, я просто хочу добавить, что смотреть со стороны у Microsoft даже полегче должно быть. Потому что если Apple идет из частного рынка в бизнес, и там намного, скажем, труднее запасить, потому что там ты бороешься каждого уникального пользователя, то Microsoft может взять кооперацию, и кооперация предоставит доступ и частную жизнь, в общем, может перейти. Поэтому я здесь вижу движение и возможности у Microsoft достаточно интересные и большие. Только здесь вопрос к скорости. Колоссальный потенциал у них есть, одним словом. Да, Светлана? Потенциалы, идеи и стратегии очень правильные. И согласно с тем, что действительно интересно, каким образом все это будет собрано в одну экосистему, но вот мы ждем, да, в октябре выхода планшетника Surface, который они запускают, и будет любопытно смотреть, какой сделают они, если я просто правильно помню, они готовят новый офис с нуля под Windows 8-ку, и тоже любопытно смотреть, что это будет за платформа, как она будет работать. Ну, то есть посмотрим. Балмер приезжает в Россию, кстати, в октябре, в конце октября, в Москву, в Digital October будет его встреча со студентами и там фанатами. И, в общем-то, на самом деле, это очень правильный ход интерес к России, потому что, несмотря на то, что у нас очень много Mac-юзеров, ну, относительно, да, там много, на самом деле, конечно, не так много, как в мире, но, так или иначе, каждый третий Mac-юзер использует именно программы и платформы решения Microsoft на своих устройствах, хотя при этом есть аналогия у самого Apple. Но Microsoft, да, в России достаточно такую, в общем, сильную позицию занимает. В России, да и по миру? И, соответственно, по миру в том числе, конечно, посмотрим, что он презентует на этой встрече. Я думаю, что он будет говорить о Windows 8, о новой стратегии, конечно, будет очень много вопросов. В Твиттере Максим Спиридонов, это мой личный Твиттер, мы задаем вопросы по ходу передачи. Обычно это один-два вопроса в течение программы. Сейчас мы спросили несколько минут назад следующее. Как вы считаете, что ждет корпорацию Microsoft в ближайшие годы? Ответы такие. Ее купит Google. Ну, не знаю. Мне кажется, что это маловероятно в ближайшие несколько лет точно. Да и вообще вопросы еще поборются. Развитие хардварного направления, отвечает один из слушателей. Ну как, они, по-моему, развиты именно в этом направлении. Нет, пардон, я понял, что это речь идет о их софте. Да, верно. Хардвар, то есть то, что они будут планшеты, смартфоны и компьютеры, развивать активно под собственным брендом или под партнерским брендом, несомненно. Согласен. Война с конкурентами, логичный ответ. Ну, собственно, да. Ожидаю. Ну, это у них происходит постоянно. И, в общем, надо сказать, что чувствуют они себя в этом в целом до сих пор неплохо. Довольно держатся основательно. Еще вариант. Либо будут сдуваться, либо сменят топ-менеджмент. То есть как-то большие сомнения в топ-менеджменте у слушателей. Ну и так далее. У меня к вам такой вопрос, коллеги. Мне кажется, что это вопрос креугольный сегодня для Microsoft, имеющий реально большой потенциал развития. Это очень сильный бренд, чрезвычайно сильный. Они пронизали собой корпоративный мир практически до нельзя, до наполняемости в 100% фактически. 90% уж точно. И, тем не менее, есть сомнения в них, а эти сомнения лежат в плоскости того, что они недостаточно гибкие, недостаточно современные, недостаточно подвижные. И вот именно поэтому им не удастся, быть может, перестать быть танком на этом гоночном треке. Что думаете, Вадим? Еще раз. Может быть, и не надо быть с Феррари на этом гоночном треке. Потому что потенциал, если они будут дальше двигаться, ну, постепенно, и никто не может их сбить с этого трейса, да, и не надо будет менять колесо, тогда все на них нормально. То, что я сейчас говорю про констальность возможностей, новые возможности, я думаю, это, going to service, да, планшетник. Планшетник – это то, что я могу брать с собой. Это их будет переход в этот, как раз, охватывать и экосистему, и другую часть этого мира, где на сегодняшний день нет. Просто сегодняшний день я стою в свой десктопе с работы, иду домой, и там беру дома уже руку, мой MacBook Air, да, иду там, не знаю, смотрю там iTunes и так далее. Если они ставят эту систему, и она в ближайшее время. Просто это тот момент, где у них время есть, но не настолько, сколько, может быть, требуется больше, чем они хотели бы. Поэтому здесь возможность присутствует. Я в это верю, но то, что это будет такое вот cool, такое юношное движение, это у них точно уже не получится. Потому что для этого они уже опоздали. Это будут более логичные шаги для них, а не какое-то движение. Некоторые аналитики заявили, что Microsoft решил пойти прямо по стопам Apple. Но, конечно, это не так, да, потому что в силу разных причин, в том числе и отсутствие настолько яркого, сильного и властного лидера, каким был Стив Джобс на моменте активного роста Apple. Однако при этом нечто похожее есть. Получается, что стратегия Microsoft на сегодня это нечто среднее между стратегией Google, которая делает свою операционную систему Android и раздает ее всем, не заходя в железо, однако присутствуя в нем виртуально, но основательно через Android, и между другой крайностью стратегии Apple, которые делают все сами и держат все под своим контролем до последней железяки, куда заходят операционные системы iOS или системы Mac. Да? Так получается. Google задумался делать свой hardware. Там были моменты, просто, там даже были моменты, где был веб-шоп, где они предлагали свои hardware только в своем веб-шопе, тоже неуспешно было. И просто они поняли, что в своей семье находятся, им легче и лучше. У Microsoft, как я говорил вначале, там не проблема, а там уникальные ситуации с партнерами. Они не могут слишком много делать сами, потому что они могут потерять своих постоянных партнеров с такой структуры. Поэтому здесь такая, такая, ин-бетвин ситуация, надо синергию сождать и поддерживать ее. Ну вот из письма Стива Баумера напоследок в переводе компании новостного агентства Ruformator. В нашем бизнесе и в нашем видении направления развития произошел фундаментальный сдвиг. Это значительный сдвиг как в том, что мы делаем, так и в том, что мы видим, как мы видим себя. В качестве компании, упускающей устройства и сервисы. Мы будем продолжать работать с разветвленной экосистемой партнеров над поставкой широкого ассортимента персональных компьютеров, планшетов и смартфонов, работающих на Windows. Ну то есть, в общем, и так и сяк они будут работать. Но, несомненно, мне кажется одно то, что сегодня любая глобальная корпорация просто вынуждена идти в большой широкий спектр сервисов. С одной стороны, обеспечивая все корпоративные и частные потребности пользователя, максимальный спектр этих потребностей. И с другой стороны, все-таки забирать его в свои железяки для того, чтобы закрепить его физически в этом мире, не только виртуально. Окей. Через минуту обсудим вышедший на прошлой неделе, содержащий много любопытных цифр, отчет экономики Рунета. Программа Рунет сегодня от 15 октября 2012 года. У нас есть еще один последний блок и еще одна последняя, но не по значению новость, как это говорится. Напомню, что в студии программы Вадим Федотов, управляющий директор группон Раша, и Светлана Иванникова, основатель и руководитель СММ агентства Рыба Тут. Меня зовут Максим Спридонов, мы вместе обсуждаем события ушедшей недели в интернете, цифровом пространстве, мобильном вебе, кациальных сетях и всем прочем. Коллеги, сейчас задам простой вопрос. На ваш взгляд, насколько высокими или низкими темпами растет Рунет? Вадим. На высоком уровне быстрее, может быть даже чем... Не может быть, а точно быстрее, чем Западная Европа. Но я думаю, что мы еще не на максимальной скорости. Там еще возможности впереди, и рост, который сейчас показывает, мы можем еще даже быстрее расти. Светлана, Рунет уже сегодня является значимой отраслью экономики России в целом? Да, безусловно является, и мы наблюдаем всевозможные примеры поглощений, слияний, покупок, инвестиций. Это касается также и рынка, который я представляю, социал-медиа маркетинга. Это недавняя покупка после Worldwide агентства Grape в мае. Сделка была проведена. Интерес очень высокий. Какая там сумма была? Не знаешь, что хотя бы порядки. Они не разглашают эту сумму. Сумма не является открытой информацией. Но эксперты называют разные оценки. К сожалению, я не готова их сейчас дать. Но там все хорошо. Ну, слава богу, порадуемся за коллегами. Рунет растет, и я думаю, что я согласна с тем, что он может расти быстрее. Вопрос только в том, когда будет та самая точка невозврата, когда произойдет уже стагнация, и дальше пойдет все уже немножко вниз. Ну, знаете, когда стагнация говорит про страну, где у нас сейчас 55 миллионов пользователей в интернете, кто только к 60, около 60, кто только 20-25 процентов, глянь, что уже купили, думаю, стагнация у нас еще не скоро. Еще поработаем. Еще поработаем, еще будем развивать, еще будем расти. И при этом эти 60 миллионов, это уже первая в Европе аудитория. Больше, чем Франция, больше, чем Германия. Кстати говоря, это касается еще и данных по социал-медиа. Россия заняла первое место как страна с самым высоким вовлечением в социальные медиа. Вопрос процент. Самый большой процент? Речь идет о количестве. Я про это говорю. Мне количество, да, это очень хорошо, президент новости. Мы говорим по процентам. Мне тоже не радует, как Группон, что да, в России есть 60 миллионов интернет-пользователей. Но также, как Группон, мне рад, что на данный момент только 20% их используют, потому что я знаю, что из этих 60 миллионов, если мы еще на процентах 10 вырастим, то у меня получается появляется 6 миллионов дополнительных, возможно, покупателей. Одним словом, можешь представить себе главных игроков сегодняшнего интернет-рынка и потенциальных главных игроков, сидящими и потирающими руки в ожидании того, что впереди еще большое будущее и перспективы. Сейчас поговорим про экономику Рунета основательнее. Рунет сегодня. Российская ассоциация электронных коммуникаций представила исследование экономика Рунета 2011-2012. Согласно данным отчета, общий объем интернет-рынка в 2011 году превысил планку в 553 миллиарда рублей и составил более 4,5% от общего объема ВВП страны. За год ВВП увеличился почти на треть, причем самыми крупными сегментами стали электронные платежи и онлайн-ритейл. По прогнозам аналитиков, объем экономики Рунета в текущем году вырастет еще на 30%. Отчет был составлен, используя опросы аналитиков. Было опрошено порядка 170 экспертов и данные из открытых источников. Трата экономика в исследовании разделена на 11 сегментов. Они довольно могут быть спорными. Мы обсуждали за эфиром о том, что сегменты, которые предложены в исследовании, скажем, медийной рекламы и контекстной рекламы, накладываются друг на друга. Там видео рекламы и медийная рекламы накладываются друг на друга. Ну и так далее. Там можно бесконечно переселять. Однако, какой-никакой, но отчет есть. И это, по крайней мере, говорит о том, что мы можем от чего-то отталкиваться, от каких-то цифр. Поскольку альтернативных возможностей очень немного. Они были, появляются другие отчеты, мы об этом еще поговорим. У меня хочется, прежде чем послушать комментаторов стороны РАЭК, от вас слышать какие-то соображения. Вы читали вообще отчет, видели презентацию? Да, конечно. Какие впечатления? Почтение с точки зрения, как мы используем онлайн-маркетинг, я думаю, достаточно хорошие показатели, если мы видим часть контекстной рекламы, медийной рекламы и видеорекламы, что мы видим, какое направление растет, но также мы видим, где на сегодняшний день больше всего денег тратится. И мы, с нашей стороны, это поддерживаем. И с точки зрения ритейла, онлайн-ритейла, как он развивается, я думаю, показатели те, но он будет еще дальше расти. И он не только связан, онлайн-ритейл не только связан с самой онлайн-сферой, а когда инструктура самой России еще дальше растет. Если мы говорим про онлайн-ритейл, очень важный момент логистики, который тоже мы сталкиваемся ежедневно. Когда эта инфраструктура поднимет и качество сервисов, тогда, я думаю, и онлайн-ритейл еще дальше будет расти. — Согласна абсолютно. И на самом деле исследование отражает общую тенденцию роста интернет-рынка, о чем мы говорили немножко ранее. То есть, иными словами, есть куда расти, и там приведены данные прогноза по росту по каждому сегменту из 11 представленных. Примерно там 20-30% роста запланировано до конца этого года. Это касается также СММ. Примерно 30% роста эксперты посчитали возможным к концу года. На самом деле цифры действительно спорные. Спорные в том плане даже не цифры спорные, а спорным является методика, которая была применена к подсчету этих данных. И многие эксперты и бизнес-аналитики высказывали предположение, что, наверное, стоило сделать более прозрачный объяснение, как, собственно, считалось, почему учитывались те или иные сегменты, и в этих сегментах учитывались или не учитывались те или иные направления или ниши. Потому что, например, видеореклама, один из лидеров сегмента по направлениям, там не учитывалось при подсчете, видеобаннеры не учитывались, вирусная реклама не учитывалась. Сейчас послушаем, как считалось. Да, послушаем источник. Первый источник. У нас на связи Сергей Плугутаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций. Сергей, ты с нами? Да, я здесь, грабитель. Привет. Как считалось, насколько тебе кажутся удовлетворительными результаты полученного исследования? Ну, Максим, знаешь, я на самом деле смотрю на это немножко с позиции, больше, наверное, даже менеджера и администратора проекта, чем с позиции аналитика. Аналитиков в этом проекте стоило достаточно много, все они именитые и беспритрастные, насколько я могу судить. Поэтому, если результатом называть то, что в результате исследования вышло и увидело, его увидел весь мир, и то, что мы решили еще другие задачи, поставленные внутри нашей ассоциации членами РАЭС, задачи эти были следующие. Сделать исследование, на которое мог бы опираться не только бизнес, но в том числе и государство. Это действительно была задача, придуманная не мной, а задача, которая шла изнутри крупных членов РАЭС. И мы такой шаг сделали. Мы привлекли высоту в полуэкономики. Мы вложили результаты исследования в стадостаточного чиновника Игоря Щеглева, в прошлом министра связи массовой коммуникации, аналитики, помощника президента, как раз по этим вопросам. И мы добились того, что цифры эти были взяты за некий первоисточник, который при условии, что исследование будет проходить ежегодно, будут являться единственными признанными цифрами, которые будут транслироваться на международном уровне, при составлении различных отчетов и на уровне государства. Ну, а поддержка бизнеса, ну, внутри РАЭКа я ее вижу, со стороны многих экспертов действительно возникают некие пожелания и некая критика относительно того, как мы составили рынки, как мы их внутри посчитали, где у нас пересечения, что вошло, что не вошло. Я думаю, что этот спор будет еще долго продолжаться, до тех пор, пока исследование не станет настолько привычным для рынка, что не останется вопросов. И, в принципе, на этом пути мы готовы совершенствовать, просто мы готовы, что было объявлено на пресс-конференции, в прошлую среду мы готовы составлять совместно с любыми желающими экспертами некую карту рынков фотков. Мы признаем, что та карта, которая получилась сейчас, ну, вот если вы видели исследование, там в конце каждого пункта есть мелким шрифтом написаны те рынки, которые вошли в исследование, которые не вошли. Вот, естественно, это не идеальная ситуация. Естественно, ее нужно улучшать, и улучшать не просто силой нашего мозга и мозга наших экспертов, а с привлечением отраслевых экспертов. Поэтому любая критика здесь принимается, и мы готовы сразу после окончания Russian Internet Week сходиться с камандаром и рисовать вот эту самую карту рынка. Если я правильно тебя слышу, ты говоришь следующее. То, что понимаешь, что исследование может быть несовершенно до нюансов, но это лучше, чем его отсутствие, и ты готов руководить, и РАЭК готов оперировать настройкой и подточкой этого исследования в ежегодном режиме, приведение его в максимально объективный вид. Абсолютно верно, и даже я бы сказал так, что это исследование лучше, чем ничего и чем отсутствие исследования, но еще можно сказать больше. Это исследование лучше, чем то, что мы делаем весной, ежегодно, а точнее в последнюю ночь перед стартом. Это некое сборное исследование по рынку, которое мы преподносим на открывающую презентацию РИФ АКИБА. То есть каждый год мы подводим итоги, показываем, как вырос рынок и плохим сегментом, и делается это, на мой взгляд, там есть некая методика, но это делается достаточно оперативно, и не всегда может быть достаточно точно. Но мы видели, что многие исследовательские компании, международные российские, опираются в свои данные по РУНЭТу, именно на наши весенние вот эти вот презентации. Поэтому я считаю, что данные исследования, конечно, абсолютно более прогрессивные, абсолютно новые шагы, даже по сравнению с тем, что мы делаем к весеннему РИФ АКИБА. Хорошо, спасибо большое, это был комментарий Сергея Благодаренко, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций к выпущенному имиджу отчету. У нас немного времени, давайте пару слов добавим к тому, что было сказано. Есть что-то, что есть добавить, собственно, к Сергею? Ну, только то, на самом деле, что, конечно, есть куда развиваться в этом исследовании, потому что, да, это необходимо. Рынок нуждается в такого рода исследованиях, потому что у нас нет точных, четких, единых данных, везде данные и прогнозы разные звучат, поэтому свести это все как-то к единому какому-то формату абсолютно точно необходимо. Я очень надеюсь, что команда экспертов, которая работала в этом направлении, они в следующем году представят новый отчет, он будет более детальным, может быть, более профессионально как-то, может быть, выполнен, я не знаю. Я тебе скажу вот твоими же словами, помнишь, мы говорили за эфиром, ты получила предложение в отчете поучаствовать в этом составлении, как один из экспертов, и они напрашиваемых, да, дошла до цифр, укажите оборот вашей компании, и на этом остановилась. Да, совершенно верно. Именно потому, что многие предприниматели и руководители так действуют, я, кстати, тоже так поступил, мне не обращались, но я бы так... Там была сносочка, что дальше данные никуда не пойдут, но так или иначе, конечно... Ну, думаешь, да ну его... Может быть, анкетные данные там нужно как-то подкорректировать. Да ну его, думаешь, рассказывать о собственных оборотах, и на этом, собственно, отчет получается, быть может, не такой законченный. Окей, коллеги, я добавлю коротко к тому, что было сказано прежде, что попытки посчитать рынок России, конечно, все время происходят, рынок Рунета в частности, в частности, Бостон Консалтинг Групп в мае, по-моему, да, в мае этого года опубликовала отчет, боюсь соврать, по состоянию на девятый год, то есть, почему, значит, чуть раньше это было, да, в мае прошлого года они считали девятый год, то есть, довольно давно это было, получается, они давно считали 20 миллиардов долларов. Сегодня, получается, цифра похожая у Раэка, порядка 20 миллиардов долларов, но при этом нужно сказать следующее. Один Амазон, о котором мы сегодня говорили, имеет обороты порядка 50 миллиардов долларов. Один электронный магазин Амазон, но крупнейший правда в мире. Поэтому Рунету есть еще куда расти, это несомненно. На этом будем заканчивать, коллеги. Спасибо большое вам за время, проведенное вместе со мной обсуждение событий ушедшей недели. Это была программа Рунет сегодня. Напомню, что гости этой программы, обсуждавшие со мной эти события, Вадим Федотов, управляющий директор группу НРАШ и Светлана Иванникова, основатель и руководитель СММ-агентства «Рыба тут». Меня зовут Максим Спиридонов, слушайте нас каждый понедельник. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова